ну вот пришло время поговорить про разрядку конденсатора про зарядку разговаривали но теперь разрядка очень часто можно увидеть вот такую вот схему вот которая состоит из источника cds с сопротивлением из конденсатора вот такая цепочка си да ну вот то есть вот здесь ключ перевел в первое положение нас идет зарядка конденсатора а теперь бабах во второе положение начинается разрядка разрядка что значит разрядка то есть он конденсатор вам накопил у нас энергию вот то есть здесь создана разность потенциалов поэтому если сейчас я его переключаю в положение 2 значит через этот самый резистор через сопротивление начинает течь ток вот все вот то есть мы батарейку как бы получили вот и так если я сейчас нарисую ориентировочно эту цепь на на вот у нас будет состоять из конденсатора вот а здесь у нас будет сопротивление вот так вот то есть смотрите это у нас конденсатора это у нас батарейка здесь две черточки одинаковые вот но в данной ситуации конденсатор будет выполнять роль как бы такого источника тока потому что через сопротивление начинает течь ток вот поэтому напряжение на сопротивление будет равняться напряжению или разности потенциалов на конденсаторе поэтому я могу записать ай то есть это падение напряжения на сопротивление она будет равняться напряжению на конденсаторе которая равняется q деленное на c или равняется все это то есть я сейчас утверждаю что напряжение 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 равняется вот чему ну спрашиваете почему я тэл в скобочках написал потому что отсюда заряд будет как бы ну убегая да как бы машина начинает отсюда разъезжаться ну такое глупое сравнение но в принципе можно как бы об этом говорить да и заряд начинает с течением времени уменьшаться то есть но итог будет уменьшаться с течением времени на вот почему потому что ток который равен скорости протекания заряда я напишу в данной ситуации со знаком минус почему со знаком минус потому что заряд с конденсатор да ну я уже сказал начинает уменьшаться машины до уезжает нафиг отсюда вот все ну и что получается а получается вот что я могу сейчас записать вместо силы только здесь вот такой вот вот это вот и чему это будет равняться и уделенная носить то есть мы опять получили дифференциально уравнение я могу его написать так дифференциально уравняться минус перейдет сюда минус и уделена на арси вот так вот у любого уровня есть решение и самое то интересное заключается в том что типу этого уравнения и у этого уравнение решение будет вот какие я его запишу здесь решение это уравнение будет вот каким 0 и минус а здесь любимая нами отношения вот так вот но если красиво писать красиво написано напишу еще лучше еще и вот здесь вот напишу вот так вот чтобы как говорится более понятно значит давайте будем рассмотреть что же тут происходит ну во первых мы знаем что арси это время которое называя временем то у ну да у есть и иногда название он называет довольно часто в разного рода источниках не источниках тока книжка называет время зарядки конденсатор вот ну нам то какая разница как называть самое должны главное понимать что произведение арси это есть время ну будем называть его то так и так вот такое выражение мы получили теперь что же у нас такое напряжение на конденсаторе до данной ситуации напряжение на конденсаторе как всегда это отношение ку на c ну теперь что делаем вместо ку запишем что имеем значит получается ку нулевое и минус ти на тау зеленое на си правильно а вот теперь то самый интересный вопрос ку нулевое это у нас что такое это весь заряд который у нас был на конденсаторе в начальном момент времени так вот как я только замкнул ключ да вот тут у нас имелся заряд во время замыкания ку нулевое а если я ку нулевое поделю на си я получу ее нулевое мазаю 0 это то напряжение то разность потенциалов который была на конденсаторе начальный момент времени ну и что остается и минус ти на арси а а теперь смотрите внимательно я поделю вот это вот то что у нас получилось на сопротивление могу я так сделать конечно могу и тогда согласно закону ома закону ома я получу вот закон ома да я получу что получу силу ток вот сила тока на конденсаторе да не на конденсатор нехорошо сказал нехорошо сказал значит сила тока которая возникнет цепи будет равняться ю нулевое на а юнулию нулевое да или у нулевое деленное на сопротивление это будет а нулевое то есть максимальное значение тока и минус тина арси вот ну если почему начальное если я место ты поставлю 0 я получу просто что сила тока равняется а нулевое то есть начальный момент времени ток который будет течь через сопротивление у нас будет максимальным максимальным вот я уже сказал что ну нулевое деленное на сопротивление это у нас вот и нулевое да да так 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 а и нулевое хорошо то есть я еще раз напишу ой нулевое это у нулевое на арт а что у нас такое у нулевое деленное на си вот напишу кино и деленное у еще раз на арси ну так оно и есть арси это время если я заряд деленное время и силу тока должен получить правильно то есть еще раз напоминаю что могу это записать вот каким образом вот так вот теперь рассуждаем дальше что же у нас произойдет с напряжением вот с этим вот да с этим вот напряжением когда напряжением на конденсаторе и вот его еще раз записываю когда у нас время станет равным арси или стал мало а что же произойдет дать думать и 0 и минус арси арси здесь написали получили минус 1 а вот вот или ю 0 деленное на и если мы это поделим если мы это поделим если мы это поделим мы получаем ю 0 умножить на 0 37 да или 0 37 ю 0 вот так вот так будет лучше что это означает что это означает что это означает с течением времени тау с течением времени тау напряжение уменьшилось на 63 процента а 37 процентов да еще осталось до конца так сказать разрядки то же самое можно сказать и про заряд то есть если мы подставим сюда арси вместо времени потому что я утверждаю что время т будет равняться арси да и это вот то мы получаем то же самое 37 процентов от первоначального заряда так сказалось это еще осталось вот а 67 процентов уже ну прошли прошло через резистор через сопротивление вот ну как это еще можно понять то есть если в самом начале скажем у нас на стоянке максимум да вот которая была рассчитана на 100 и все 100 машин там как говорится стояли что через этот промежуток времени да вот 63 машина уехала 37 как бы еще осталось ну так утрированно говоря то есть если я сейчас захочу нарисовать графики то когда у нас время т будет равняться тау или арси то тогда сила тока сила тока у нас будет вот какая вот в самом начале в самом начале сила тока будет максимально 100 процентов вот время пошло 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 и скажем вот здесь вот где-то когда время будет равняться тау вот здесь вот у нас останется 0.37 от первоначального тока да то же самое можно рассказать и про заряд то есть он у нас был максимальный вот вот здесь вот это было к нулевое все поехал поехал уменьшается 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 стремится рассказать к нулевого во время ты равна это у или арси у нас вот здесь вот осталось 037 от к нулевое от к нулевого да вот то есть 63 процента бабах ушло вот то же самое про напряжение можно сказать вот здесь она была максимальным уменьшается 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 во время времени во время то это будет 037 у нулевое кстати говоря интересно вот здесь смотрите сила тока это у нас ну ку деленное на т а здесь у нас график тут у нас сила тока тут у нас время это означает что вот это вот площадь площадь под графиком это есть не что как что как заряд вот так вот вот это вот у заряд то есть если мы хотим посчитать заряд тут нужно сосчитать количество клеточек под этим графиком ну по идее тут интеграл нужно брать но это не входит сказать в рамке моего объяснения вот и все вот так вот интересно да все спасибо вы за внимание всего доброго до свидания до забыл сказать забыл сказать вот если понравилось вам мое объяснение понравилось мое объяснение вот то в принципе да у меня к вам просьба запишитесь на мой канал который в youtube называется или вот кстати говоря я уже сказал да что время того иногда называется временем зарядки конденсатор вот ну не совсем будем говорить так но в принципе да вот уже разрядки зарядки конденсатор но через время то уже можно сказать что в принципе конденсатор до разрядки конденсатор разрядки конденсатор разрядился большая часть разрядилась 37 процентов осталось поэтому ну не совсем так но к этому в принципе можно привыкнуть да вот ну хорошо все все доброго до свидания ну Субтитры сделал DimaTorzok